здравствуйте с вами снова александр и сегодня я хочу рассказать вам очень интересные коляски которые относятся к категории сверхлегких колясок подходящих хорошо для путешествий вот это бренд joy модель называется float так что давайте изучим ее более детально собственно вот коляска joy float в первую очередь скажу немножко о характеристиках основных это она предназначена детям с рождения до 3 лет и максимальный вес ребенка не должен превышать 15 килограмм учтите это при покупке вот и теперь и и эксплуатационных свойствах что касается ручки хочется отметить ручку ручка регулируется по высоте в очень большом диапазоне смотрите даже с невысокая мама или папа смогут спокойно отрегулировать ее под себя и высоким людям тоже спокойно можно подобрать нужную позицию что еще особенно в этой ручке есть ручка здесь перекидная то бишь нажатием двух кнопочек по краям можем ручку это перекинуть другую сторону и гулять с ребенком чтобы ребенок смотрел сторону родителей это очень удобно ну и также регулируйте ручку вот козырек коляске он большой смотрите он закрывает полностью ребенка остается небольшая щель для незакрытые ноги остаются и все в капюшоне козырке здесь со стороны если вы перекинули ручку с этой стороны есть тоже отверстие с москитной сеткой что могли наблюдать за ребенком и если вы перекинули гуляете в классическом варианте здесь также есть москитная сеточка с окошком что могли наблюдать за ребенком козырек имеет здесь две дополнительные распорки чтобы он не играл гармошкой вот натянули все он хорошо плотно стоит нужно сложить убрали распорочки сдвинули все едем дальше что касается безопасности здесь установлена классическая система пятиточечных ремней вот что мне понравилось именно в этих ремнях все вроде бы стандартно но производитель укомплектовал ремни дополнительными мягкими вкладышами это очень классно они есть на плечевой зоне и на паховой зоне поэтому травмировать они как-то ребенка не будут также для безопасности есть столик ой пардон не столик а бампер бампер здесь достаточно жесткий он не гнущийся но имеет возможность откидывания в сторону для удобной посадки ребенка что справа что слева здесь на бампере есть кнопка нажимаем все посадили нужно убрали все очень просто также над это вот мягкую ткань у нее есть возможность снять ее здесь нет замочков ничего мы просто вытягиваем ее она гибкая и натягиваем обратно когда постираем все очень просто так что касается ложа ребенка давайте посмотрим повнимательнее регулировка спинки здесь осуществляется стандартным способом для подобного рода коль колясок здесь вот ремешки с двух сторон и колечко за которой мы тянем освобождая ремешки и наклоняем ее до горизонтального положения сейчас я уберу вот вам так будет виднее здесь полностью практически горизонтальное положение там на 165 градусов если быть точным вот и также есть эргономический вкладыш под голову ребенка регулировка в обратную сторону здесь тоже очень простая не за кольцо тянем а за два ремешочка за два шнурка здесь удобные пластиковые наконечники за которые удобно взяться натягиваем в разные стороны и все спинка выравнивается обратно вся вот эта поверхность она мягкая тактильно очень приятная в зоне головы здесь сделана ткань сетчатая для такого микроклимата ребенка вот и ткань она вот не создает впечатление какое-то знаете бы гладишь ткани кажется что она быть зацепках вся здесь такого нет ткань очень качественная и приятная на ощупь также и очень приятная ткань на козырьке вот что касается тканей качество здесь претензий у меня лично никаких нет вот что касается подножки для ребенка здесь она регулируемая вот так задвинули здесь салазки я их вам покажу их можно выдвинуть подальше вот и удлиняем сидушку это будет для удобно для маленького ребенка чтобы сделать ложе чуть-чуть подлиннее не нужно задвинули и все и классическая пластиковая подножка для более взрослого ребенка вот что касается самой рамы рама здесь алюминиевая очень легкая и очень хорошо качественно сделано я так вот смотришь особо ничего здесь не люфтит все очень подогнано хорошо претензий к качеству сборки лично у меня нет мне нравится как она собрана ну очень важно она легкая и легко складывается это тоже вам покажу что касается багажного отделения багажное отделение здесь для этого класса колясок сверх легких на мой взгляд очень большой отдел ну реально большая секция вот и здесь по краям везде сетки чтобы поклажа ваша но не вываливалась оттуда колеса колеса здесь полиуретановые их проколоть там еще что-то конечно же нельзя они без воздуха и имеют большой ресурс запас прочности у них большой передние колеса если у вас там какая-то неровность есть возможность легко заблокировать все заблокировали едем дальше и что мне понравилось тормоз есть и на передних колесах тоже на случай если вы перекинули вот в это положение ручку вы же будете соответственно не с той стороны а с этой спокойно тормозите каждое колесо блокируется отдельно и никуда не поедете очень удобно вот так это выглядит ну и сзади соответственно тоже классическая педаль нажимаем заблокировали здесь блокируется обе оба колеса сразу не как спереди по отдельности вот так это выглядит теперь давайте посмотрим как она складывается для того чтобы сложить ручку приводим в обычное положение капюшон вот так складываем и здесь на ручке есть кнопочка снизу и здесь рычажочек который нужно потянуть влево и одновременно нажать на кнопку все вот таким образом складывается коляска и мне кажется достаточно компактная чтобы взять ее более компактной убираем вот так вот ручку все заблокировали колеса спереди сзади и она у вас никуда не покатится в таком виде поэтому компактность это ее тоже так скажем сильная сторона чтобы разложить та же процедура нажимаем и поднимаем ее наверх все приводим в рабочее состояние в принципе все что я хотел рассказать вам про эту коляску давайте сейчас я скажу небольшое свое короткое мнение что мне понравилось что не понравилось в этой коляске вот что понравилось мне понравилась ткань реально тактильно очень приятная ткань вот хороший большой козырек вот и очень большой багажный отсек единственное вот у меня небольшая претензия к этой коляске с колесом вот мне бы хотелось чтобы колеса были более резиновый чуть помягче чтобы создать большую плавность хода хоть здесь и установлены амортизаторы на всех четырех колесах но для большей плавности хода вот хотелось бы мне лично все-таки резиновые колеса а так в целом меня претензий к коляске нет она реально очень неплохая качественная коляска вот собственно ну выбор как всегда за вами но я бы посоветовал все-таки обратить на нее внимание при выборе очень легких колясок для детей которые с рождения если вы хотите найти себе легкую коляску на нее стоит обратить внимание вы собственно подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров и удачи вам всего доброго